Приветствую всех на канале Техноарена, где я регулярно провожу сравнение различных смартфонов. Сегодняшнее видео будет посвящено бюджетным моделям Xiaomi Redmi 8A и Honor 8A. Узнать стоимость этих телефонов вы можете по ссылкам, оставленным в описании. А перед тем, как я начну, попрошу вас, дорогие зрители, поставить лайк этому ролику, подписаться на канал и нажать на колокольчик. Также не стесняйтесь оставлять в комментариях свое мнение и пишите о том, сравнение каких смартфонов вы бы хотели увидеть в ближайшее время. Ну а я приступаю к сравнению Xiaomi Redmi 8A и Honor 8A. Во внешнем виде смартфонов можно наблюдать как множество похожих деталей, так и множество отличий. Xiaomi Redmi 8A получил пластиковый корпус с защитным стеклом Gorilla Glass 5 спереди. Вес смартфона составляет 188 граммов. Аппарат получился достаточно большим и тяжелым, но держать его одной рукой и управлять все-таки удобно. Его длина составляет 156,5 мм, ширина 75,4 мм, а толщина 9,4 мм. Экран большой, с узкими рамками сверху и по бокам. Снизу находится темная область, где размещен логотип Redmi. В верхней части экрана расположен каплевидный вырез под фронтальную камеру. Сканер отпечатка пальцев отсутствует. Вместо этого в смартфоне реализована разблокировка по лицу. На правой стороне расположены кнопки изменения уровня громкости и питания. Слева находится слот для двух сим-карт формата nano и карты памяти microSD. Динамиков два. Один расположен над каплевидным вырезом, а второй на нижней грани, где также находится разъем USB-C и вход для наушников 3,5 мм. Honor 8a также получил пластиковый корпус. Его размеры чуть меньше, чем у Redmi 8a. Длина 156,3 мм, ширина 73,5 мм, а толщина 8,2 мм. А вот вес отличается существенно, всего 150 граммов. Экран имеет каплевидный вырез под фронтальную камеру, узкие боковые рамки и черную область внизу, где нанесена надпись Honor. Над дисплеем расположены динамика и индикатор событий, сверху расположены микрофон и разъем 3,5 мм для наушников. Справа кнопки регулировки громкости и включения смартфона, внизу разъем microUSB, микрофон и динамик. На левой стороне находится слот, рассчитанный на две сим-карты формата nano, а также карту памяти microSD. На обратной стороне у Xiaomi Redmi 8a имеется камера со вспышкой. Задняя поверхность выполнена из пластика с матовым покрытием, благодаря чему следы от пальцев не будут оставаться на корпусе. Смартфон можно приобрести в красном, черном или синем цвете. Задняя сторона Honor 8a разделена на две части с глянцевым и матовым покрытием. В центре задней крышки смартфона расположен сканер отпечатка пальцев. Камера и вспышка находятся в левом верхнем углу. Что касается расцветок, то Honor 8a доступен в черном, синим и золотом цветах. В Xiaomi Redmi 8a установлен IPS-экран диагональю 6,22 дюйма с разрешением 720 на 1520 пикселей при соотношении сторон 19 к 9. Яркость экрана составляет 400 нит. Изображение и текст на дисплее выглядят четко, хорошо просматриваются на солнце. В настройках есть опции для калибровки, регулировка баланса белого и предустановки контрастности. Имеется темная тема и режим чтения, уменьшающий излучение синего света, чтобы глаза меньше уставали от экрана в темноте. Также предусмотрена возможность скрыть каплевидный вырез. У Honor 8a экран имеет диагональ 6,09 дюйма. Используется матрица IPS с разрешением 720 на 1520 пикселей. Экран яркий, с широкими углами обзора. В настройках смартфона присутствует режим защиты зрения, автоматическая регулировка яркости, регулировка цветовой температуры. Также есть возможность скрыть каплевидный вырез. Xiaomi Redmi 8a работает на базе операционной системы Android 9 Pie с фирменной оболочкой MIUI. В последнем обновлении эта оболочка получила новые возможности и претерпела ряд изменений в дизайне и стандартных приложений. Появилось управление жестами и новый голосовой помощник, а также улучшилось качество фотографий. Кроме того, была проведена оптимизация для более долгой работы аккумулятора. Есть несколько полезных функций, таких как блокировка приложений и их клонирование, а также цифровое благополучие Google. В Honor 8a используется операционная система Android 9 Pie и фирменная оболочка EMUI 9, получившая ряд изменений в дизайне обоев и иконок в последнем обновлении. Иконки приложений теперь стали плоскими и увеличились в размерах. Также в данной оболочке имеется управление жестами и новый голосовой помощник. Обновленная оболочка также имеет улучшение в области производительности и скорости чтения данных, благодаря новой файловой системе. Алгоритмы оптимизации работы фоновых приложений на основе искусственного интеллекта гарантируют высокую производительность смартфона даже после длительного использования. Xiaomi Redmi 8a получил основную камеру на 12 мегапикселей. При дневном освещении фото получаются весьма неплохими с учетом цены смартфона. Они имеют нормальную детализацию и цветопередачу. С экспозицией и балансом белого автоматика в подавляющем большинстве случаев не ошибается. В стандартном приложении камеры есть режимы AI и HDR, которые имеет смысл использовать для расширения динамического диапазона. Также присутствует ночной режим съемки. Что касается записи видео, то смартфон поддерживает съемку в Full HD разрешении с частотой 30 кадров в секунду. Фронтальная камера на 8 мегапикселей с функцией Beautify позволяет делать неплохие селфи в условиях хорошего освещения. Присутствует таймер съемки, фронтальная вспышка и распознавание лиц. В Honor 8i используется основная камера на 13 мегапикселей с диафрагмой 1.8. Днем камера позволяет делать отличные снимки с высокой резкостью, хорошей детализацией и насыщенными цветами. В темное время суток качество фотографий снижается, но все равно остается на высоком уровне среди бюджетных смартфонов. Видео смартфон записывает в разрешении Full HD с частотой 30 кадров в секунду. Фронтальная камера у Honor 8a на 8 мегапикселей с искусственным интеллектом и функцией украшения, благодаря чему на нее получается делать яркие и детализированные селфи. В Redmi 8a установлен 8-ядерный процессор Snapdragon 439, работающий на частоте 1,95 ГГц. В целом, смартфон отлично справляется с повседневными задачами – звонки, вебсерфинг, общение в мессенджерах и социальных сетях, запуск простых приложений и прослушивание музыки. Но для любителей мощных игр такой смартфон не подойдет, так как они будут доступны только на минимальных настройках. Смартфон выпускается в версиях на 2 или 3 ГБ оперативной памяти с 32 ГБ встроенной памяти. Есть возможность расширить объем памяти с помощью карты microSD. В Honor 8a используется 8-ядерный процессор Mediatek MT6765, работающий на частоте 2,3 ГГц. Смартфон имеет 2 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти. Присутствует возможность расширить память с помощью карточки microSD, максимальный объем которой может быть 512 ГБ. И Xiaomi Redmi 8a, и Honor 8a поддерживают одновременную работу двух сим-карт в сетях 4G. Беспроводная связь Wi-Fi работает на частоте 2,4 ГГц, поддерживается стандарт TBGN. В обоих смартфонах применяется технология Bluetooth версии 4.2. Что касается NFC, то бесконтактные платежи можно совершать только на Honor 8a. В Redmi 8a установлена батарея емкостью 5000 мАч, которой хватает на 2 дня активной работы. Помимо этого смартфон поддерживает технологию быстрой зарядки от зарядного устройства на 18 Вт, при использовании которой до 100% смартфон заряжается чуть больше, чем за 2 часа. У Honor 8a емкость аккумулятора составляет 3020 мАч, что позволяет смартфону работать целый день без подзарядки. Я проанализировал отзывы в сети на Xiaomi Redmi 8a и Honor 8a, и сейчас расскажу вам, чем недовольны и что нравится владельцам данных смартфонов. Начну с негатива. Нет сканера отпечатка пальцев. Отсутствует NFC-модуль. Пластиковый корпус. Малооперативной памяти. Разъем microUSB. Маленькая емкость аккумулятора. Большой яркий экран. Поддерживает быструю зарядку. Аккумулятор на 5000 мАч. Есть разъем для наушников 3,5 мм. Большой экран. Есть NFC. Быстрый сканер отпечатка пальцев. Хорошее качество фотографии для бюджетного смартфона. Итак, каждый из смартфонов имеет достоинства и недостатки. Redmi 8a получил большую емкость аккумулятора. У него есть вход для наушников, защита экрана Gorilla Glass 5 и разъем USB-C. Но в отличие от Honor 8a у него нет NFC-модуля и сканера отпечатка пальцев. Что касается Honor 8a, то он способен делать неплохие фотографии как на основную, так и на фронтальную камеры, что редко встречается в бюджетных смартфонах. Сравнить стоимость Redmi 8a и Honor 8a вы можете самостоятельно, перейдя по ссылкам, оставленным в описании под роликом. На этом у меня все. Ставьте лайки, если понравилось видео и вы хотите видеть новые сравнения на канале. А чтобы не пропустить новый ролик, рекомендую вам подписаться на канал Техноарена и нажать на колокольчик. До новых встреч, дорогие подписчики! Субтитры сделал DimaTorzok